здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок рост томатов теплицы самом разгаре нижние кисти сформированы и томаты выросли практически полностью достигли своего размера верхние кисти цветут плоды находятся в разной стадии формирования еще достаточно много бутонов сейчас только середина июля и мы в больших надеждах на хороший урожай у многих наших зрителей возникает такой достаточно простой методический вопрос ведь при росте кистей при формировании кистей нам нужно постоянно удалять нижние листья а кроме того нам необходимо периодически посынковать растения удалять боковые пасынки каким же образом это лучше сделать их нужно вот выламывать или можно их все-таки ножничками отрезать та же самая проблема касается и нижних листьев дело в том что оба способа и выламывание пасынка и обрезание пасынка являются достаточно рациональными все зависит от условий вашей теплицы с одной точки зрения оставление вот этого пенечка после обрезания пасынка из пазухи листа является фактором развития серой гнили поэтому если у вас теплицы растения загущены или если у вас слишком влажно и холодно то пасынки лучше выламывать в противном случае их лучше ножничками вырезать оставляя пенечек примерно пол сантиметра почему преимущественно их лучше вырезать потому что в случае когда вы пасынок выламываете формируется раневая поверхность в пазухе листа там достаточно много таких специфических тканей растения которые могут дать вам целый пучок новых пасынков и вам их постоянно 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 из этой пазухи надо будет удалять в том же случае если вы его вырезаете оставляете пенечек в этом случае вот такого вот отрицательного эффекта удаления пасынков не имеет с другой стороны когда вы удаляете пасынки руками то есть выламываете вы минимизируете риски переноса вирусных заболеваний к сожалению вирусные заболевания являются достаточно частным частым явлением в теплице когда вы ножницами вырезаете листья или пасынки в этом случае на ножницах у вас остается сок растения и через сок растения от одного зараженного растения вы переносите вирус во все остальные растения вашей теплицы таким образом если у вас теплица сухая хорошо проветривается посадки не загущены и достаточно тепло риски возникновения серой гнили томатов и перцев и баклажан минимальны в этом случае используйте ножнички оставляйте небольшой пенечек если же у вас посадки загущены внутри влажные достаточно прохладно в этом случае старайтесь выламывать пасынки чтобы не оставалось пенечков спасибо вам большое за внимание надеюсь вы теперь сможете выбрать правильный способ удаления листьев и пасынков с ваших растений всего хорошего и такой небольшой бонус о важности обрезки смородины вот на этом кусте смородины я оставил несколько веток вот таких вот старых горизонтальных которые уже несколько лет плодоносят и вот посмотрите какие тут ягодки их довольно большое количество но однако же они довольно мелкие и вот на этом же растении посмотрите какие ягоды формируются на молодых ветках конечно ничего похожего ягоды в два раза крупнее чистые красивые ровные равномерно созревающие вот почему очень важно правильно обрезать и своевременно обрезать черную смородину